Здравствуйте! Сегодня мне хотелось бы сказать несколько слов о выборе мунштука для игры на Волторне. Прежде всего, первое, что я хотел бы сказать, что очень многие музыканты придают этому большое значение. Но я не совсем с этим согласен, потому что сам по себе мунштук не может сделать звук очень красивым или очень некрасивым. Это сугубо уже для удобства каждого музыканта, каждый выбирает тот мунштук, который ему наиболее подходит. А в юном возрасте, когда волторнист начинает делать первые шаги, он вообще не понимает, подходит ему мунштук или не подходит. Он еще не представляет, как должен звучать инструмент. Поэтому это вопрос нужно подходить не столь, не столь, как говорится, критически к этому вопросу. Хотя выбор мунштука это, с другой стороны, довольно такой шаг значительный, который, в принципе, может и как испортить жизнь музыканту, так и наоборот, ему ее облегчить. Ну, если касаться истории мунштуков, то раньше, во времена Моцарта, Бетховена, да и чуть позже, было разграничение. Были мунштуки для первого волторниста и мунштуки для второго волторниста, отдельно. Мунштуки второго волторниста были больше по размеру, глубже чашка. У первого был мунштук меньше размер и меньше чашечка, соответственно. Это было обосновано, потому что вторая волторна не играла высокий регистр. Первое, как было разграничение. Первый играл вверху, второй играл все пониже. Вот, со временем развития волторны и появилась необходимость в универсальных музыкантах, которые играют как низкие, так и высокие партии одновременно, так сказать, и на одном и том же мунштуке. Поэтому мунштуки стали подбирать более, так сказать, которые больше подходят по своим размерам для, именно для данного музыканта. Ну, что сказать покороче. Средние и маленькие мунштуки, это где-то вот 17 миллиметров размер, именно размер внутренней чашки. Вот внутри чашечка. Вот внутренний размер должен быть, значит, маленький идет от 16 до 17 миллиметров, средний от 17 до 18 и большой уже считается от 18 до 20 миллиметров. Ну, довольно сложно, понимаете, измерить в домашних условиях диаметр мунштука, так, чтобы точно знать, какой именно диаметр, не имея специальных инструментов. Ну, можно вот так вот подобрать монетку какую-то, вот, допустим, 2 копеечки, вот укладываешь ее внутрь и смотришь, если вот она, если она утонула в чашечке, ровненько легла, потом замеряешь диаметр этой монетки. В данном случае диаметр монетки 17 миллиметров, значит, диаметр этой чашки 17. А вот другой монштучок, допустим, вот тут она чуть глубже ложится, значит, это чуть будет больше диаметра 17 и 1 десятая миллиметра. Вот такой способ нехитрый. Что касаемо чашек, чашки могут быть совершенно разные, но для начинающего волторниста не стоит выбирать монштук диаметром больше 18 миллиметров. Лучше вот какой-то вот такой, это у меня есть как называемый подсвечник. Вот совсем маленький, это 16 миллиметров диаметр, маханькая чашечка совершенно и маленькое отверстие даже меньше, чем 4. Обычно стандартное отверстие 4 миллиметра в монштуке. Ну, может быть, чуть больше для лучшего продувания внизу. Допустим, что касается лично меня, вот на этому штуке я играл ровно 40 лет практически. Играл на нем первую волторну. Ну, и внизу он тоже отвечал, ну, допустим, по те временам, играя первую волторну, мне не так часто приходилось играть низкие партии. Ну, хотя, когда приходилось, то он справлялся с этим. Сейчас я в основном играю четвертую партию в оперном театре. И я в этом году поменял монштук. Я взял монштук фирмы. Олефант. Это французская фирма. Она не очень распространенная, не очень такая, ну, не совсем популярная, я бы сказал. Но монштук оказался очень интересный. Мне он очень понравился. И я вот на него перешел. Хотя по размеру, по диаметру он больше моего предыдущего монштучка. Где-то на одну, ну, на полмиллиметра это точно где-то. Но мне гораздо удобнее стал средний, средний нижний регистр. Ну, а верхний регистр так особенно-то на четвертой волторне и не так часто встречается. То есть, длительная игра в верхнем регистре уже не предполагается. Ну, а для четвертой волторна этому штук очень-очень хороший, потому что он удобный. Хорошо озвучивать именно диапазон средний и нижний. Видите, вот до ми бемоль, большой октавы, спокойно играется на этом штуке. Хотя, если этот, поставил, взять мой к предыдущему штуку. Ну, попробуем. Уже мне не так свободно. Вот нижние крайние ноты берутся уже с трудом. И если попадет открытое место, где нужно начинать снизу, как вот в четвертой симфонии Чайковского от соль большой октавы, вторая волторна играет по-ро-ро-ро, то могут быть проблемы. Просто может звук не взяться. Ну, в общем, что я хотел бы сказать. Не стоит покупать для ученика музыкальной школы. Дорогой мундштук. Вот мундштук Джорданелли, вот американский. Вот этот вот Лифан. Ну, они стоят в среднем 80 долларов, допустим. От 80 долларов и выше. Очень хорошие мундштуки. На мой взгляд, вообще одни сейчас из самых лучших. Это Шмидт фирмы. Прекрасные мундштуки. Отработанные великолепно. Подобраны. Большая линейка. Выбор большой. Но, к сожалению, мы же не можем взять молодого начинающего волторниста, привезти его в магазин, поставить ему 50 мундштуков фирменных и сказать, вот выбирай, вот на тебе их домой. Поиграешь, потом скажешь какой. Мы вынуждены покупать что-то одно. А, как правило, покупаешь, потом оказывается, что мундштук не совсем подходит. И продать его уже будет довольно проблематично за ту же цену. Поэтому никакого смысла нет покупать сразу дорогой мундштук. Проще какой-то вот. Вот мундштук, так называемый Олеговский. Это у нас в Минске выпускал мастер, сам делал мундштуки. На весь Советский Союз они расходились. И все на них играли. И, в принципе, они стоили очень дешево. И где-то еще сохранились. Вот у меня один такой сохранился. Наш первый волторнист оперного театра, сейчас который на пенсии, заслуженный артист Тарашкевич, он проиграл всю жизнь на этом штуке. Всю жизнь играл первую волторну в оперном театре. Играл очень на высоком художественном уровне. Поэтому нет смысла покупать. Ей проще купить вот такой мундштучок, простая лейка. А еще проще вообще, вот даже на Алиэкспресс заходите на сайт, набираете мундштук для французского рога. И там от 5 до 8 долларов красивые новенькие мундштуки. Берете себе там 2-3 мундштука, заказываете, приходят. Там можно и размер подобрать. Ну, разный. Ну, лучше средний размер, который от 17 до 18 миллиметров. И спокойно им играть. Потом уже, когда ученик уже будет на другой стадии обучения, к примеру, в музыкальном училище, когда он уже поймет, как должен формироваться звук, как должна звучать волторна, уже тогда нужно будет подумать, если нужно будет подумать, о смене мундштука. Хотя, я говорю, вот 40 лет на одном мундштуке играл, и, в общем-то, все было вполне прилично. Вполне прилично. То есть, не заморачивался о том, что... И причем эта мундштука штамповка Ленинградской фабрики музыкальных инструментов. Это даже не фирма никакая, ничего. Ну, он немножко переделанный, чуть-чуть. Вот. Ну, надо смотреть, чтобы поля в мундштуке, чтобы они были... Вот, как, допустим, в этом, я считаю, это идеальная форма. То есть, они не очень заостренные, вот эти внутри кромка не очень острая, и не очень завалены с другой стороны тоже. Так, чтобы, если сильно очень завалены поля, округлые, то мундштук не так четко стоит на губах. Если слишком острое, то пережимает, и создается... Быстрая усталость происходит. Средние, вот, средние поля вот такие. Бывают, может, такие, у которых поля меняются, вот как на этом моем элефанте. Здесь можно менять поля. Откручиваешь эти, закручиваешь другие. Ну, а поля тоже стоят 50 долларов, извините, кроме мундштука. Поэтому не каждый может себе позволить такие вещи. Ну, в общем, вот то, что хотелось сказать, то, что хотелось сказать о мундштуках. Но сразу хочется сказать, что, ну, не будет, если уже зрелый музыкант, ну, как зрелый, относительно зрелый, студент консерватории, начнет менять мундштук, то вы лично со стороны разницы не услышите. Он только может сам почувствовать, удобно ему или неудобно. А то, что говорят, ой, вот этот вот, вот этот лучше, этот хуже звучит. Нет. Звучит уже, звучит в таком возрасте, инструмент уже звучит так, волторно звучит, как он и будет все время звучать у этого музыканта. Уже мундштуком ты само звучание инструмента, ну, не изменишь саму именно подачу звука, объем этот вот, красоту звучание. Уже мундштуком ты не сделаешь. Мундштук только пойдет для удобства. Если ты предназначен, тебе предназначена партия первой волторны все время играть, конечно, на большом мундштуке это не очень будет удобно. Хотя, в наше время универсал играет, вот как в Берлинской филармонии Сара Виллис, четвертая волторна, она играет внизу просто шикарнейший нижний диапазон, великолепный. Но также и прекрасно она играет и вверху. Так что, хотя она сама говорит, что вот ее интервью, что она больше любит играть нижние партии, она чувствует себя удобно, ей нравится именно вот создавать звучание группы. Это же основа звучания группы. Вот поэтому не стоит сильно гнаться за фирмами при выборе муштука. Ну и чашка, глубина чашки, она разная. Допустим, Джорданелли, она глубокая. В моем этому штучке она чуть мельче, в моем старом муштуке. В Элефанде она более прямая, более прямая, она не выпуклая. Но в этом есть своя прелесть какая-то, более идет, так сказать, внизу направленный звук, получается. Вот Джорданелли. Пожалуйста, Джорданелли. Тут тот же самый вариант будет. Вполне тоже приличный муштук, но мне на нем почему-то не нравится. Вот он средним регистром какой-то... Ну, мне лично просто не нравится. Вот тот муштук, на который я перешел, мне нравится, как он отвечает. И именно по работе, в работе он показывает свои преимущества. Именно в длинных спектаклях, тяжелых физически, как Лебединое озеро, он облегчает выдержку. А отверстие в муштуке, допустим, если оно больше 4 миллиметров, то увеличивается расход воздуха. И музыканту становится сложнее. В общем-то, нужно чаще набирать дыхание, больше расход и человек больше устает в таком случае. Поэтому оптимальный вариант, я считаю так, что 17-18 миллиметров до 18 диаметр внутренний. Чашечка средней глубины и отверстие внутреннее 4 миллиметра. Вот если вы заказываете себе такой муштук, то это, в принципе, уже будет такой вариант, что на несколько лет период обучения у вас обеспечен. А там уже будет видно, там уже по желанию. Ну вот все, что я хотел вам сказать. До скорой встречи.